А вы любите путешествовать? Когда в последний раз вы, оставив все дела, отправлялись навстречу новым приключениям? А самое главное, рискнули бы вы на длительную поездку по всей нашей необъятной стране? Наши ведущие Антон и Жулдыс отважились на такой шаг. На спидометрах цифра подкрадывается уже к тысяче километрам. В прошлой программе Антон добрался до Алтая, окунулся в историю края, познакомился с интересными людьми, отдохнул в Ясной Поляне и прогулялся вдоль Бухтарминского водохранилища. Красиво. Жулдыс все еще находится в Западном Казахстане. Ей посчастливилось побывать в долине сказочных самков Айракты-Шуманай. Говорят, там есть глубокая пещера, в которую нельзя входить. Сегодняшняя программа обещает быть еще более насыщенной. Мы с вами и Антоном отправимся на прогулку по Катон-Карагайскому парку. Заглянем в гости к пчеловодам и насладимся алтайским медом. А если повезет с погодой, успеем и порыбачить на Язевом озере. А вместе с Жулдыс мы побываем на краю плато Устюр. Вы готовы увидеть нечто захватывающее? Тогда мы начинаем. И открывает наше сегодняшнее путешествие Антон. Напоминаем, он рассказывает нам о самых интересных туристических местах Восточного Казахстана. Это уникальный по своей природе регион. Он включает в себя 24 национальных заповедника. Их общая площадь составляет 6% от всей территории области. Один из самых красивых и живописных парков признан Катон-Карагайский. Поражает его богатство животного и растительного мира. Стремительные водопады, бурные реки, целебные источники, редкие травы. Не хватит и одной программы, чтобы рассказать о каждой достопримечательности заповедника. Сейчас у нас по национальным паркам существует 13 маршрутов экологических. Сейчас в этом направлении работаем. Основное направление у нас туристов в озеро Езовое, дальше под Белуху и водопад Коколь. Каждым годом развивается, развиваем инфраструктуру. Заповедник Катон-Карагайский является одним из самых крупных в стране. Его площадь составляет 640 тысяч гектаров. Основали его в 2001 году. Антон решил немного прогуляться по парку и насладиться красотами природы. Ну а мы с вами перемещаемся на самый край плато Устюрт. Сор Тузбаир поистине потрясающее творение природы. Крутые обрывы и каскады глинистых известняковых отложений у подножия, в которых и лежит огромный солончак. Или как народе его называют, Сор. Тузбаир находится в нескольких километрах от автомагистрали в районе подъема Моната, Мангостаусской области. С дороги видно только две горы, и большинство туристов просто не обращают на них никакого внимания. Но стоит подъехать ближе, как перед вами открывается невероятная панорама на архипелаг останцевых гор, гребней и утесов Древнего океана. Интересно, что пейзаж зависит от времени суток и погоды. К примеру, в солнечный день горы выглядят так, словно покрыты ослепительным белоснежным ковром, сотканным из бисера. После обеденное время здесь преобладают кремовые оттенки, а на закате властвует устрашающий багровый цвет. Тут идеальное сочетание цветов. Белое – это соль, известняк и облака, синее – это небо. И желто-коричневый цвет почвы лишь подчеркивает белизну соли. Удивительно, как отличается природа западного и восточного Казахстана. Мангостаусская область одна, безжизненная, но со своими прелестями пустыня. И живописный Алтай. Потрясающий контраст. Именно здесь сейчас находится наша вторая съемочная группа. Основная гордость котон Карагайского парка – уникальный природный мир. На территории заповедника вводятся особенные пчелы, которые делают правильный мед. Это лакомство и прославило Алтайский край. Поистине неповторим животный мир Карагая. Здесь обитают редчайшие краснокнижные животные. Снежный барс, красный волк, горный козел Арагли, черный аист, ценная рыба Таймень. А я слышал еще с точки зрения животного мира, здесь какой-то водится на территории парка. Интересные виды животных. И якобы ставят фотоловушки. Очень много приезжают сюда люди именно этих животных увидеть. Вот последние пять лет занимаемся фотоловушками, потому что у нас как краснокнижный снежный барс, который до этого мы насчитывали 12 штук в горах Текеля. Сейчас в данное время работаем им. Вот последние, два года назад последние снимки были снежного барса. И ману, вот это мы считали исчезнущим видом, что нашей территории нет, она попалась в фотоловушку. Сейчас на этом направлении работа ведется. Установка фотоловушек наладила систему подсчета представителей дикой природы. По статистике, из года в год их численность увеличивается. На сегодня в заповеднике обитает 336 особей кабарги, 366 бурых медведей. А какое там, вы можете сказать, какое вот, не знаю, интересное место, которое пользуется наибольшей популярностью среди туристов? Наиболее популярным местом является всякие гора Белуха. Рядом есть Кондактас, это как камень Рериха, который профессор Рерих открыл. В этом направлении много людей ходит. Прошло по нашему национальному парку 1117 человек. Основное направление около 1000 пошли под гору Белуха. И обязательно в этом камне. А вы верите, что через, используя пещеры под горой Белухой, можно подпасть в горы Тибета? Существует такая легенда? Ну, легенда существует, пока я не могу это сказать. Сами не проверяли? Да, сами не проверял, но силу камня почувствовал. Ну что ж, спасибо вам большое. Надеюсь, это будет развиваться. И советую всем национальный парк Катун-Карагай. Обязательно приедем, Антон. А бывали ли вы когда-нибудь на неизведанной планете? Нет? А знаете ли вы, что у вас есть такая удивительная возможность? И это плато Устюрт. Здесь, куда ни глянь, пейзажи словно с фантастического фильма. Туристы приезжают сюда в поисках акулевого зуба. Вы спросите, откуда в степи акулевый зуб? Много миллионов лет тому назад, еще в Кайназовской эре, тут был Мировой океан. А это его дно. Ну давайте мы тоже поищем. Может быть, нам повезет? У самого основания обрыва природная арка. До нее добраться не так просто. Это под силу опытным водителям, которые знают безопасную дорогу по Солончаку. В нескольких метрах расположился сторож Тузбаира. Гигантский сфинкс. И за дня в день он горделиво, словно осматривает свои владения и наслаждается красотами природы. Дорогие телезрители, не забываем про конкурс «Повтори кадр». Для этого вам нужно приехать на сорт Тузбаир. Найти вот этого природного сфинкса, стража Тузбаир. И повторить мой фотокадр, разместив его в социальной сети Инстаграм под хэштегом AcrossVCasachLand. Ну что, вы готовы? Поехали! Несколько лет назад в этих местах проводили большую экспедицию. Палеонтологам удалось найти зуб размером с человеческую ладонь. Исследования показали, что это останки древнего морского существа, обитавшего в океане Тетис. А сейчас мы находимся на одном из старинных навесных мостов над рекой Бухтарма. Ну, мост не очень широкий, поэтому, если вы хотите его пересечь на машине, имейте в виду, что только легковые автомобили не очень широкого спектра могут здесь проехать. Ну, подобные мосты раньше использовались повсеместно. Сейчас, конечно, пришли в негодность. Требует больших забот, больших вложений. Ну, как видите, у нас здесь стальной канат. И мост, кстати, очень сразу понятно, почему называется навесным, потому что немножко шатается. Поэтому пойду-ка я на ту сторону. А направляется Антон на настоящую алтайскую пасеку. На международный рынок поставляют 70% казахстанского меда. Молва об этой сладости распространилась по всей Евразии еще три века назад. Путешественники отмечали, что в Алтайском крае реки текут молоком и медом. Только успевай черпать. В 19 веке здешние пасечники отправляли обозы с душистым медом к императорскому двору. И по сей день в Восточном Казахстане, что не деревня, то медовый рай. Что ж, пойдем знакомиться с пчеловодами. А пока Антон в пути, мы расскажем вам об еще одной достопримечательности Тузбаира – Араны. Это каменные охотничьи и загоны для степных сайгаков. Здесь они находятся еще с древности. Местные жители рассказывают, что Араны использовали даже в 30-х годах прошлого столетия. Ну а сегодня это исторические памятники хозяйственного освоения плато Устюрт, которые так привлекают любителей приключений. Я турист, путешественник, геолог. Очень много путешествую по миру, по Казахстану, по России. Но могу сказать вам точно, что наши места – казахские, казахстанские, наиболее живописные, красивые, неизведанные. И, наверное, нам жизни не хватит, чтобы посетить все ее уголки. Я всем рекомендую посещать наш красивый Казахстан, наш гостеприимный Казахстан. Жулдыз все еще не теряет надежды, чтобы отыскать какой-нибудь древний сувенир. И пока ведущая вот уже в который раз отправляется на поиски, Антон уже вовсю изучает профессию пчеловода. В здешних местах есть 225 видов медоносов. Это благодаря уникальным природным особенностям. У каждого поселка свой микроклимат. К примеру, вдоль бухтармы раскинулись бескрайние луга. И местные пчеловоды на протяжении лета каждую неделю собирают новый урожай пчелиного лакомства. А вот в горных районах травы отцветают намного быстрее. И здешний мед в основном восковой, темный и с хвойным привкусом. Оказавшись на алтайской пасеке, складывается впечатление, что у пчеловодов самая прекрасная работа. Повсюду цветы, свежий воздух, внизу шумит речка, пахнет душистым медом, а вокруг жужжат пчелы. Умиротворяющая атмосфера. Алтайский край известен не только своей великолепной природой, но и особой мудростью местного населения, которая буквально извлекает пользу из самого воздуха. Знаменитый алтайский мед своими вкусовыми и целебными качествами это не единственное, что вы можете получить на местной пасеке. Существует целый пласт медицины под названием улитерапия, или же биорезонансная терапия, при которой вы буквально спите на улье, получая при этом максимальный революционный и медицинский эффект. Спать на улье с пчелами. Ах! Лев! Конечно, на такое отважится не каждый. В первую очередь при виде ульев с пчелами у многих сразу же возникает психологический барьер. Однако пчеловоды в один голос твердят, процедура эта безопасна. Напротив, приносит только пользу. Ну а пока Антон размышляет, давайте рассмотрим, как обстоят дела у нашей второй съемочной команды. Смотрите, я нашла! Я нашла действительно куле зуб! Мне очень повезло! Да, действительно, ценнейшая находка. А теперь двигаемся дальше. И наша вторая точка – урочище Божжера. Находится оно в сападной части плато Устюрт. Когда-то здесь был древний каньон. Высота холма составляет 287 метров. Возраст этих гор и скал насчитывает миллионы лет. Туристы приезжают сюда со всех уголков Казахстана и ближнего зарубежья. И это неудивительно. Вы только посмотрите. Ты словно оказался в фантастическом фильме. На какой-нибудь планете Криптон. Эти две горы называют клыками Устюрта. Ученые утверждают, что гора раздвоилась из-за внешних факторов – ветра и солнца. За много веков склоны осыпались и приобрели вот такие причудливые формы. Божжера – величественное творение природной стихии Устюртского плато. В этом месте плато круто обрывается глинистой известняковых ступеней. В природной формации это называется чинг. Природа тут дала полную свободу своей фантазии и сотворила неземной ландшафт в меловых тонах. Нередко здесь проводят экспедиции, и ученые находят самородки кремния, из которого древние люди делали наконечники для стрел. Ну а если приглядеться, то можно рассмотреть окаменевшие ракушки или останки рыб эпохи Мезозоя. Час времени, приятная усталость, и мы на пике Божжары. Если вы сюда решили приехать и покорить эту вершину, обязательно берите с собой удобную обувь, потому что места тут малоизвестные и труднодоступные. Не проложен туристический маршрут. Да, полуостров Мангошлаг просто создан для любителей древности и фантастики. Вот только помните, что приезжать сюда нужно на хорошо подготовленной машине. И не стоит торопиться, передвигаясь по урочищу. Здесь встречаются промоины, затрудняющие проезд. Зато Алтайские горы созданы для пеших прогулок. А вот и наш Антон. Сегодня он заглянул в гости к семье Климовых. Заведует здесь всем хозяйка Вера Павловна. Это не просто пасека, а целая арт-резиденция. Удивительно, как женщина сумела создать сказочную атмосферу в самом сердце Алтайских гор. А помогли ей в этом художники из Словакии, России и Белоруссии. На каждом шагу установлены арт-объекты. Каждый интересен по-своему и со своей историей. Подобные инсталляции в дикой природе просто фантастика. А вот это вот у нас гостевой дом. Расскажите, что это за гостевой дом? Это гостевой дом, где мы принимаем гостей. У нас вот есть две спальни. Большой холл для отдыха. Вот давайте зайдем в спальню. Вот это ручной работы кровати. Ух ты! Да. Вот тумбочка такая интересная. Мы при строительстве этого гостевого дома, мы старались учесть, чтобы все было экологическое. Туристы заглядывают сюда не только за оздоровительными процедурами, но и просто отдохнуть после долгой дороги. Выпить чаю в приятной компании. Двери дома Веры Павловны открыты для всех. А Антон все никак не может решиться на ульотерапию. И для начала решил все подробно разузнать. Это пчелолежанка. Вот это? Да. Две пчелолежанки. Ага. Сейчас мы откроем и покажем. Здесь четыре пчелосемьи. Вот одна пчелосемья, вторая, третья, четвертая. Ага. Ну, чтобы вы убедились, что это действительно там есть пчелы, я сейчас приоткрою. И вы увидите, что там есть пчелки, которые живут в своей жизни. Ух ты! Здравствуйте, пчелки! Видите? Так, закрываю, чтобы лишний раз не беспокоить. В пчелолежанке есть прорези. Эти прорези для того, чтобы теплый воздух из улья грел вас, когда вы ляжете на эту пчелолежанку. Чтобы получить оздоровительный эффект, нужно лишь несколько часов поспать на ульях. Отдых на пчелиных ульях положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему. А микровибрации, создаваемые пчелами, образуют мощную биоэнергетику. Так что еще и заряд бодрости обеспечен на целую неделю. У вас просто от того, что идут такие вот невидимые вибрации, гул пчелиной семьи, запахи вот эти, они вас просто потихонечку-потихонечку усыпляют. Вы засыпаете. Это как бы самый ленивый метод оздоровления. Просто лежать и позволять процессу. Вы просто-напросто спите, а процесс идет оздоровление. Ученые доказали, что даже простое пребывание на пасеке и наблюдение за жизнью пчел положительно влияет на психику человека. А потому пчеловоды по статистике считаются самыми стрессоустойчивыми людьми. И прямо сейчас мы отправляемся к нашей второй съемочной группе во главе Жултыс. Находятся ребята в урочище Божжера. Это излюбленное место не только туристов. Очень часто здесь снимают рекламные ролики и устраивают фотосессии. Урочище занимает огромную площадь. Места тут труднодоступные и малоизвестные для посещения туристов. Наиболее известной точкой является подножие клыков. Тут можно разбить палаточный базовый лагерь и совершать пешие прогулки в разных направлениях по долине. И кто знает, возможно когда-нибудь именно здесь начнутся съемки очередной серии «Звездных войн» или другого фильма в стиле фэнтези. Ну а если вы захотите когда-нибудь посетить урочище Божжера, вот вам несколько советов. Добраться сюда непросто, поэтому лучше взять услуги гида. Что касается погоды, то климат здесь суров и непредсказуем. Не забудьте взять с собой теплые вещи. Даже летом в ночное время здесь бывает очень холодно. Лучшее время для путешествия, конечно же, лето. В дождливый сезон все дороги размыты. Поверьте, поездка на плато Устюрт запомнится вам надолго. Давайте открывать неизведанный Казахстан вместе. Утро следующего дня наша первая съемочная группа встретила на берегу Язевого озера. Отсюда открывается потрясающий вид на гору Белуху, царицы Алтая. В хорошую ясную погоду она отражается в озере. Погода здесь своенравная. Идут частые дожди, бывает густой туман. Потрясающая панорама привлекает туристов-фотографов, художников с ближнего и дальнего зарубежья. Условия проживания здесь довольно простые, однако люди приезжают сюда круглый год. На берегу Язевого озера можно найти отдых каждому по душе. Кто-то будет ближе к природе, чтобы ночевать в палатках под этими соснами, а кто-то выбирает ночевать в вот этих вот прекрасных домах. Доброе утро. В которых есть чудесный горячий чай для согрева путешественников, конечно же, крыша над головой, печка, которую можно топить, и самое важное – баня. Баня, прийти! Первым делом Антон решил прогуляться к озеру. Вода довольно прохладная, но в жаркую погоду вполне можно купаться. Сегодня нам не повезло, моросит дождь, прохладно. Вот поэтому, отправляясь к берегу озера Босков-горах, обязательно берите с собой резиновые сапоги. Спасают и делают проход по подобному ковру безопасным. Интересные ощущения, но, конечно, будьте очень осторожными. О, вот он, вот он, пошел ковер, тот самый, о котором говорили. Интересные ощущения, потому что земля под ногами пружинит, и там возникает вода. Вот она рядом, и ты как будто пойдешь по воде. Ну, все, конечно, проваливается, но идти полностью... Я в порядке! Все нормально! А наше путешествие продолжается, и прямо сейчас мы вновь исследуем западный Казахстан. Дорогие телезрители, не забываем про наш конкурс «Повтори кадр». Для этого вам нужно приехать на Босжуру, сфотографироваться возле этой скалы и разместить ее под хэштегом «Экросвеказахленд». И тогда вы получите возможность получить ценные призы от нашего телеканала. Что, готовы? Поехали! За несколько сотен метров отсюда кажется, что ты приближаешься к священным римским пантеонам. Это знаменитая гора Щеркала. Высота склона составляет 200 метров. К горе возможно подойти, но нет возможности подняться. Старожилы поговаривают, что в древности на вершину можно было добраться с помощью потайного лаза. Сегодня его уже нет. В народе также ходит легенда, что в гротах и пещерах живут духи умерших когда-то здесь людей. Поэтому подниматься на вершину горы никто не осмеливается. Гора Щеркала и ущелье Туреш по праву считаются одними из лучших туристических мест нашей необъятной родины. Если в Западный Казахстан люди стремятся из-за космических пейзажей, то большая часть туристов Восточного Казахстана приезжает сюда только ради того, чтобы полюбоваться белухой. Это наивысшая точка Алтайских гор. Добраться до пика можно только на вертолете, лошадях или пешком. Антон вот уже битый час гуляет вокруг озера в надежде увидеть хоть край заснеженной вершины и все попытки тщетны. Поэтому пока ему пришлось довольствоваться лишь катанием на катамаране. Я живу на катамаране! Длину озера 3 километра, ширину 700 метров. Губину не так достаточно сильно, всего лишь 7-8 метров. Но есть отдельные ямы в этом озере, которые достигают 30 метров, поэтому осторожнее не провалитесь. Здесь из рыбы водится знаменитая рыба-язь. Это, собственно, и язьевое озеро. Но вокруг озера водится огромное количество коборов, поэтому если вы едете сюда отдыхать, обязательно заплатитесь огромным количеством репеллентов. Они едят просто везде и все в такую толстую одежду. Озеро славится хорошей рыбалкой. Это единственный водоем в регионе, где водится язь. Кстати, если вы заядлый рыбак, то вам следует заранее побеспокоиться о покупке лицензии на ловлю рыбы. Сделать это можно в офисе национального парка. Ну что ж, Катон-Карагайский национальный парк и озеро Язевое встретили нас с девственно чистой природой, кристально чистым воздухом, прекрасными видами и, к сожалению, скрывшись сейчас горой Бевуха. Но наше путешествие продолжается. Напоминаю, что вы можете следить за нами по хэштегу Across the Kazakhstan. Впереди нас ждут рахмановские ключи. Мы поедем греться и сбежать от коборов. Сегодня мы открыли для себя много нового и интересного. Лунные пейзажи Мангеста еще долгое время будут манить нас своей красотой. А Алтайский край зарядил нас своей чистой космической энергией. Наше путешествие продолжается. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова